Здравствуйте, ребята! Сегодня у вас новая тема «Основы атомной энергетики. Меры безопасности при использовании ядерной энергии». Итак, ядерная энергетика — это отрасль энергетики, занимающая производством электрической и тепловой энергии путем преобразования ядерной энергии. Мы с вами на прошлых уроках говорили о видах ядерных реакций. Мы говорили о том, что бывают самопроизвольные ядерные реакции, бывают под действием определенных элементарных частиц. А сегодня мы поговорим о новом виде ядерной реакции, который называется цепная ядерная реакция. Виды цепных реакций опять-таки бывает управляемая ядерный реактор, мы сегодня об этом поговорим, и неуправляемая — это атомная бомба. Было обнаружено, когда проводили ядерные реакции, что ядро урана под действием нейтрона преобразуется, раскалывается на несколько осколков, в данном случае два, на барий и криптон, и выбрасывается три нейтрона. Когда рассчитали, оказалось, что при делении одного ядра урана выделяется 200 мегаэлектронов вольт. Это достаточно большая энергия. И задумались, а как можно эту энергию использовать? И сейчас пришли к тому, что один грамм урана в эквиваленте по теплоемкости три тонны угля. То есть один грамм урана, когда выделяет энергию при делении, при расщеплении ядра урана, выделяется такое же количество энергии, как, допустим, сгорело бы три тонны угля. Как происходит цепная ядерная реакция и деление ядра урана? Когда ускоренный нейтрон подлетает к ядру урана, ядро захватывает, поглощает этот нейтрон, и там начинается внутри ядра брожение. Это ядро приобретает гантелеобразную форму, в результате разрывается на два осколка и выбрасывается три нейтрона, два-три нейтрона. При делении одного ядра выделяется 200 мегаэлектрон вольт. То, что я вам сейчас рассказала, вот ядро, поглотив ускоренный нейтрон, начинает видоизменяться, вытягивается в гантелеобразную форму, в результате это ядро расщепляется, образуются два осколка и вылетают нейтроны. Вы думаете, на этом остановилась? Нет. Она и называется цепная ядерная реакция, только потому, что там уже дальше идут процессы образования новых ядер и опять-таки деление. Следующее. Вот посмотрите этот макет. Всего лишь одно ядро ударяется нейтроном и начинается расщепление раскалывание. И каждое ядро по-своему раскалываясь образует новые ядра. А эти ускоренные нейтроны, которые вылетели, они ударяют следующие ядра урана и получается цепная реакция с большим выделением энергии. Есть такое понятие, как коэффициент размножения нейтронов. Это величина, которая характеризует ядерную реакцию. Коэффициент размножения нейтронов равен отношению числа нейтронов в итом поколении, предшествующем к последующему. Характеризует выход нейтронов в цепной реакции. То есть по коэффициенту размножения можно говорить о ходе проведения этой реакции. Либо она осуществляется, либо она не осуществляется. Условия протекания цепной ядерной реакции заключаются в следующем. Скорость нейтронов должна быть достаточной, чтобы вызвать ядерные реакции деления урана. Я вам говорила, что нейтрон должен подлетать ускоренный. Он уже получил определенную энергию для того, чтобы он бомбардировал ядро урана. Должны отсутствовать примеси, поглощающие нейтроны. Необходимо иметь минимальное количество вещества, нужное для осуществления цепной реакции или, мы говорим, критической массы. Вот у урана критическая масса порядка 50 килограмм. Вы представили, а каких размеров? Оказывается, это маленький шарик радиусом 9-10 сантиметров. Представляете, какой маленький шарик, который уже готов к проведению цепных ядерных реакций. Вот я говорила про коэффициент размножения нейтронов. Вот если коэффициент размножения нейтронов будет больше или равен единице, тогда протекает цепная ядерная реакция. А если К, вот этот коэффициент будет меньше единицы, то ядерная реакция затухает. Про критическую массу я вам и говорила уже, что шарик должен быть порядка 18 сантиметров в диаметре и массой 50 килограмм. Для ядерных реакторов применяются замедлители нейтронов и отражающую оболочку из бериллия. Удалось снизить критическую массу до 250 грамм. Так вот, установка ядерного реактора. Что такое ядерный реактор? Это устройство, в котором энергия атома, в данном случае энергия ядра урана, преобразуется в мирную энергию, то есть в электрическую. Основой ядерного реактора является именно вот этот резервуар, где находится активная зона, где происходят эти ядерные реакции. Имеется замедлитель, вода, которая замедляет процессы, то есть замедляет вот эти нейтроны, чтобы не получилась неуправляемая ядерная реакция. Имеется так называемая регулирующая стержня, графитовая, которая периодически вводит в эту активную зону для того, чтобы опять-таки отрегулировать число ускоренных нейтронов и тем самым регулировать протекание цепной ядерной реакции. Так вот, как же связан этот ядерный реактор с нашей, допустим, турбиной? И вот, значит, внутри имеются так называемые еще отражатели, которые накапливают, удерживают ту энергию, которая выделяется при делении ядер урана. Эта энергия через отражатели поступает и нагревает воду. Здесь поступает вода, перекачивается, и эта вода нагревается до такого состояния, что получается высокотемпературный пар. Этот пар поступает, вот видите, на турбину. Турбина приходит во вращение, паровая турбина. И эта турбина вращает генератор, в данном случае ротор генератора, и возникает, это будем говорить, электрическая энергия, которая поступает к потребителю. Но самое главное, посмотрите, вот этот маленький реактор покрыт бетонной оболочкой. Там очень-очень большой слой. Сверху еще находятся свинцовые плиты, которые покрывают. Я вам сейчас покажу слайды ядерных реакторов. И вот таким образом работают в данном случае ядерный реактор. Вот это основное зерно ядерного реактора, как я вам и говорила. Управляющие стержни графитовые, они автоматически вводятся в ядерный реактор для того, чтобы регулировать именно число вот этих ускоренных нейтронов. Биологическая защита. Это большая насыпь, это свинцовые плиты, это большой слой бетона, потому что эта зона находится глубоко под землей. Замедлители находятся здесь, которые тоже замедляют вот эти ускоренные нейтроны. Само по себе ядерное топливо, тепловая защита, как я вам и говорила, и теплоноситель, который передает эту энергию для того, чтобы прогревалась вода до парообразного состояния. Ну вот этот ядерный реактор, вот это те самые стержни регулирующие, которые являются поглотителями нейтронов. Обычно эти стержни графитовые. Вот защитная оболочка и теплоноситель, по которому уходит энергия. А это большой зал пульт управления. Он находится на достаточном расстоянии от ядерного реактора, и специалист смотрит на табло, как протекает реакция, какие показатели им выдает в данный момент ядерный реактор. Вот это зал ядерного реактора, вот это так называемые свинцовые плиты, которые покрывают сам вот этот резервуар, где находится ядерное топливо. Видите, большой-большой зал, где практически людей не бывает. Заходят специалисты, но в определенное время, когда ядерный реактор либо отключает, либо есть разрешение на вход в этот зал. И вот как монтирует ядерный реактор. Видите, это резервуар, куда потом помещает ядерное топливо. И вот отверстие, куда вставляются вот эти регулирующие графитовые стержни. Ну и теперь новости. Россия и Узбекистан построят атомную электростанцию в 2028 году. Это фотография с конференц-зала, где решался этот вопрос. В агентстве Узатом состояла встреча с делегацией Министерства энергетики Республики Казахстан. В рамках визита члены делегации ознакомились с деятельностью агентства Узатом и осмотрели информационный центр по атомным технологиям. В ходе встречи были подробно обсуждены вопросы развития двухсторонних отношений в области энергетики и мирного использования атомной энергии. Стороны также затронули темы сотрудничества в области развития совместных усилий в информационной сфере оценки воздействия на окружающую среду. Также были детально обсуждены вопросы разработки и подписания меморандума о взаимопонимании между Министерством энергетики Республики Казахстан и Министерством Республики энергетики Узбекистана по сотрудничеству в области мирного использования атомной энергии. Ну и домашнее задание вам. Прочитать тему 44 и ответить на вопросы. Какие? Какая реакция называется цепной ядерной реакции? Что называется коэффициентом размножения нейтронов и при каком условии коэффициента размножения будет протекать ядерная реакция? Желаю удачи, до новых встреч!